Будьте добры! Одну минуточку. Будьте добры! Симовин! Будьте... Можно вас попросить? Да-да. Этот стол не обслуживается. Пересядьте. Пардонс! Этот столик для иностранцев. Однако... Телячьи котлеты 2,25. Филе 2,25. Водка... Однако... Ресторанная наценка. Во всем крае. Как мы умеем из одного в другое шарахство. Раньше в ресторан зайдешь, официанта не дозовешься. Теперь наоборот, стоит и не уходит. Каждую секунду плепельница меняет. Мы с приятелем сидели, он прикурил, затянулся, положил, на секунду отвернулся, пепельница пустая. Думает, я курил или только хотел. Доставит новую, курнул, пусто. За 3 минуты пачки нет, жуткая головная боль, и поскоро психушку с воззрением на потерю памяти. Ну, надо же все-то какие-то приделать. В Москве японских ресторанов уже больше, чем в Японии японцев. И даже в бывшей общепитовской столовой номер 3 ресторан Фудзияма. Что такое Фудзияма, никто не знает. Мы на всякий случай яму перед входом вырыли. Если кто-то, не расплатившись из ресторана, выскочит, далеко не уйдет. Ну, что так стилизовано под Японию? Альшанки в кимоно, ты перед входом за дверью обувь оставляешь. Но надо же понимать, у нас же другой менталитет обувь перед входом. Через минуту остались только сильно ношеные. Половина людей босиком домой ушла. Значит, как сходил, считай, новые ботинки нужны. А там и так страшно дорого получается. Потому что сам ешь, и чудейшу кормишь. А ее насильно к тебе приходят, для антуража. Ой, а страшные, господи, маленькие, ноги кривые, на голове какой-то вшивый домик. Мне друг дочь мне говорят, в дейше красота не главное. Она должна услаждать звук мужчины, интересные беседы и пени. Ну, как вы думаете, можно нормально поесть, когда она рядом с тобой все время на какой-то лютке блямкает, воет и веером машет? Мой черепаховый суп за 30 долларов этим веером мук нагоняет. Его и так-то есть противный, это черепаховый суп. Такое ощущение, что его говорили из-за права для очков. Зато антураж, гейша с разговорами на соседнем столике в новой русской сидел. Ему тоже гейшу стучили. Тоже страшнее войны. И вот он тут кусок себе в рот. Она, кстати, как вам Азазель? Он, не знаю, еще не распробовал. Ну, чтобы эту уродину не видеть, не слышать, себе и гейша два стакана сака наливает. Это вроде водки, только теплая. А время июль. Он еще как-то держится, к официанту повернулся, разговаривает. Кот ему предлагает экзотическое блюдо. Мозг живой обезьяны. А гейша от стакана поплыла, головой в тарелку. Парень к ней поворачивается, смотрит, говорит, вот это обслуживание. Не успел заказать, обезьяну уже тут. Ну, ни в чем не можем остановиться. Ни в чем. Где-нибудь еще столько рекламы показывают за один фильм восемь раз. И не всегда понимаешь, где кончается одно, начинается другое. Два года назад сынок еще маленький был, смотрел Чапаева. Таманка из пулемета строчит, и вдруг негр скейтчику. И голос. Анкл Бенц. Сынок как заплачет. Я говорю, ты что? Он говорит, Анкл противная, Бенц негру сделала. У меня все. А то подумают, что надо иметь чувство мира. Спасибо.